Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу энциклопедию по Reddit Redemption 2. Уведомляю, что 21 сентября, а это уже завтра, выходит новая игрушка Кена и, конечно же, начнем мы ее прямо в день выхода в 19.00. Приходите на стрим во вторник, и мы вместе с вами будем ее изучать. Ролик будет короткий, так как лить воду тут смысла нет. Кто проходит игру на 100% или кто начинал задание геология для начинающих, знают, что найти все наскальные рисунки не так просто, как кажется. Во-первых, это долго, а во-вторых, есть дела поинтересней. Однако такие мысли возникают из-за того, что мы с вами не знаем конец этого задания. Квест «Геология для начинающих» открывается выше от города Строубери, и его можно начать за Артура Моргана. В небольшом домике на крыльце вас будет ждать молодой парень, который расскажет вам о рисунках и попросит найти все и отправить их по почте. Всего в мире расположено 10 рисунков по всей карте. Первый рисунок находится левее от Строубери на озере Ованджело. На рисунке изображены какие-то странные железяки и не всегда заметны издалека. Второй расположен над Строубери, около буквы «F» в надписи «West Elizabeth». На скале изображена ДНК, так что вы сразу ее увидите. Над «Grizzly's West» в скале вы найдете изображение дирижабля или какой-то странной овальной штуки. Четвертый рисунок находится над Валентайном, и на нем изображен либо взрыв, либо грипп, либо все вместе. Не все рисунки мне понятны. Пятый находится левее от Бачу Стейшн, и на нем изображен страшненький ангелочек, либо это мужчина, который похож на Икара, или который пытался сделать конструкцию с крыльев. Шестой находится под буквой «А» в слове «Амбарина», и на нем изображен человек. Седьмой находится под «Grizzly's East», и на нем изображены пирамиды. Под «Анэсбергом» находится восьмой рисунок, и на нем изображены мужчина и женщина. Девятый находится над «Анэсбергом», и на нем изображен мужчина, который, как мы узнаем, в конце квеста телепортируется в будущее или прошлое. И последний находится левее от «Флантек Стейшн», и на нем изображен дилижанс. После того, как вы все найдете, отправьте все рисунки по почте, подождите 24 часа, получите награду и отправьтесь в дом парня. Его там не будет, потому что он является путешественником во времени. Все рисунки будут показаны на большой карте, именно те, которые вы нашли. Они, кстати, будут доступны уже через пару дней после того, как вы возьмете квест.